Приветствую вас дорогие друзья с вами я Анастасия Час сегодня среда 19 октября и это очередной обзор по основным валютным парам и так на экране у нас пара евро доллар что нам показывает пара на сегодня какие ожидания мы находимся на дневном графике и график показывает что мы будем продолжать движение вниз сейчас мы переключимся на младший таймфрейм на пятнашки вот посмотрите что мы сделали уже после открытия мы пошли вверх протестировали разворотную линию дня от нее оттолкнулись и пошли вниз сейчас скорее всего очень возможно что мы еще раз вернемся где-то вот сюда на уровень 1 0 98 65 где-то вот сюда мы можем откатить прежде чем продолжить движение вниз какие цели у нас вот его я не убрала график недельный которая рисовала вот цель у нас на неделях первое это где-то 1 0 91 88 здесь вот видите выше находится разворотная линия недели мы так до нее не дошли чуть-чуть вот откатили вверх и продолжаем движение вниз повторюсь что мы идем сюда на давайте вот чтобы точнее прямо было мы идем сюда на 10 90 80 где-то да но не знаю придем мы сегодня сюда или все-таки завтра там возможно возможно не сегодня сегодня можем там где-то вот до середины и завтра уже продолжать движение вниз ну либо с откатами будем а сейчас так давайте еще раз минутки посмотрим да вот минутки показ то что мы оттолкнулись от волшебного индикатора и идем вниз но пока находимся ниже вероятно всего что мы будем продолжать движение вниз возможно откат еще раз сюда но то есть на на уровень 1 98 30 вот где-то сюда возможен откат но возможно и даже не будем откатывать сюда только вот где-то 10 97 95 где-то и дальше продолжение вниз значит и вот такие ожидания у нас по паре евро доллар следующая пара у нас доллар франк какие ожидания у нас по этой паре доллар франк давайте посмотрим видите тоже мы нам показывает ну такое вот знаете как боковое движение как как флэт тут непонятно не все пересеклись вот и очень даже возможно что вот такой вот боковое движение флэт но цель как бы недельный тренд он идет восходящий то есть вполне возможно что мы идем вверх я говорила цель вверху вот где-то вот она на 1001 10 но опять таки тоже здесь повторюсь что мы можем не за сегодняшний день это недельная цель вот так она может быть и выше но если сегодня мы можем дойти то вот сюда вот где-то один я повторюсь чуть-чуть меняется 1001 10 20 вот где-то вот здесь вот но можем ниже можем за один день не поднять столько может где-то до середины а потом так если где-то вот так вот середину ну вот где-то до 0 994 50 где-то такой уровень можем но она переключимся на младших таймфрейм а вы видите вот если здесь мы откатили то есть оттолкнулись от разворотной линии недели но мы даже в принципе до нее не дошли немножко откатили вниз и пошли дальше вверх ну а сегодня вот видите что пара доллар франк сделал пришли еще раз протестировали волшебный индикатор вчера это сделали оттолкнулись как бы не закрепились пришли еще раз сегодня опять таки протестировали его оттолкнулись волшебного индикатора идем вверх и от разворотной линии дня ну сейчас еще раз переключимся на минут как минутки тоже находится выше пока видите такое вот колебание туда-сюда пока нет четкого такого за прорыва и закрепления но пока выше вероятность всего что будем двигаться все-таки дальше вверх вот такие ожидания по этой паре следующая пара у нас доллар ой фунт-доллар пара фунт-доллар какие ожидания у нас по паре фунт-доллар вот здесь находится у нас как раз и разворотная линия недели и разворотная линия сегодняшнего дня и находится пара выше волшебного индикатора давай посмотрим на днях давайте посмотрим что нам показывают дни не показывать что мы пока идем вверх и ну как бы как бы идут на пересечении но следующие цель ну вот пока обозначили следующая цель для похода вверх это 1 200 241 18 вот следующая цель 1 241 18 но мы можем откатить еще вниз вот где-то до 1 222 20 какая красивая тоже цифра 1 222 20 вот где-то здесь либо да вот так но для того чтобы пойти дальше вверх возможно и прямо отсюда от разворотной линии недели и дня сегодняшнего будем продолжать движение вверх вот такие ожидания у нас по паре фунт-долларом давайте еще раз покажу да вот младший таймфрейм мы находимся выше волшебного индикаторная пятнашка давайте переключимся на минутках а на минутках мы находимся ниже вот смотрите так что пока еще возможно до середины дня мы будем вот в таком диапазоне но вот видите мы тестируем разворотную недельную линию но пока что мы находимся ниже волшебного индикатора то есть вполне возможно что мы еще какое-то время будем терпаться между в этом диапазоне между 1 225 76 и где-то 1 228 50 ну вот где то так возможно еще некоторое время потому что на минутках тоже все зависит от пробоя кто посмотрит смотрите волшебный индикатор то есть и и поставьте себе его вам будет понятно уже в течение дня когда посмотрите на минутках когда мы пробьем его закрепимся выше тогда можно будет становиться вверх а сейчас пока что еще движение вниз вот такие ожидания у нас по паре фунт доллар и на очереди у нас следующая пара доллар иена доллар иена давайте переключимся на дневной таймфрейм и посмотрим ну доллар иена тоже вот откатилась то есть протестировала разворотную линию дня сегодня и пробила даже разворотную недельную линию и вот подходит к уровню 103 469 вот который я рисовала в начале недели и показывала денежный индикатор я так и не меняла посмотрим до конца недели как отработается что покажет этот индикатор но пока что вы видите мы идем к вот этому уровне к этой линии как родовой линии которые я рисовала чтобы посмотреть границы в каком диапазоне в каком канале будет двигаться цена в течение недели пока что мы идем вниз оттолкнулись от разворотной линии дня и от дневной линии и пересечения до показывать что мы пока идем вниз но давайте переключимся на падший таймфрейм м15 видите опять таки вот столько мы тестировали вверх вы пробились откатили к ней вернулись мы столько тестировали волшебный индикатор и все-таки пробились вниз и опять возвращались тестировались то никак не могли закрепиться вот сейчас похоже на более такое уверенное закрепление потому что назад вот откатили сегодня и не поднялись до один раз вот поднялись до разворотной линии а дальше уже пробой вниз и назад мы даже не коснулись волшебного индикатора и пошли вниз так что показывает что сегодня мы будем двигаться вниз но скорее всего возможен откат еще раз к недельной линии и протестировать ее это 103 736 возможен откат и и продолжение движения вниз цель внизу повторюсь вот линию которой мы провели 103 400 3443 ну вот на это вот но так как она немножко косая но чуть-чуть там могут быть туда-сюда плюс-минус там 10 пунктов но вот здесь и находится хороший уровень сопротивления 103 405 вот мы к нему и двигаемся и вероятнее всего я говорю от откатов возможен к или к уровню 103 736 и отсюда можно будет еще дальше становиться вниз ну давайте-ка еще раз проверим по минуткам минут на минутках мы находимся тоже ниже волшебного индикатора это говорит о том что пока что мы реально идем вниз возможен откаты дальше продолжение вот вот такие ожидания у нас по паре доллар-иена ну и давайте напоследок сегодня дам еще пару австралийский доллар в паре с американским долларом но какие у нас ожидания по той паре вы видите вот я рисовала трендовые линии мы так как от них оттолкнулись и пошли дальше вверх в понедельник вот протестировали вернулись вот немножко коснулись но выше разворотной линии месяца мы не пошли вот оттолкнулись это это недельно это разворотная линия месяца и от нее пошли дальше вверх но что день нам показывает день нам показывать что пока что мы идем вверх но там какие-то позывы на пересечении но пока что мы идем вверх оттолкнулись то есть не даже не оттолкнулись раньше то есть выше разворотной линии дня и сейчас вот посмотрите мы находимся выше разворотной линии дня даже и не коснулись ее хоть и пошли вверх откатили к ней но не коснулись то есть сейчас посмотрим что нам минутки показывает а минутки показывает видите что мы тестируем волшебный индикатор никак не можем закрепиться выше ниже пока что вот сейчас на данный момент вот опять таки мы его тестируем на находимся ниже ну не знаю возможно еще какое-то время ведь опять идет сужение для того чтобы пробиться куда-то очень даже возможно что мы вернемся будем откатывать вот сюда на вот этот уровень пока вниз хотя хоть и движение на у нас восходящий показывать нам но мы возможно будем сюда откатывать и тестировать сначала вот этот уровень 0 764 05 ну а при пробое закрепление значит придем еще раз тестировать вот 0 760 75 но здесь же и находится волшебный индикатор вот такие ожидания на этой неделе но для того чтобы именно сейчас понятие надо посмотреть там что так как она идет прямая вот волшебный индикатор где-то на уровне 767 20 вот у отталкиваетесь от этого уровня 767 20 пробьемся выше и закрепимся значит будем продолжать движение вверх пока находимся ниже отталкиваемся от него возможен еще откат дальше вниз ну что ж друзья я благодарю вас за внимание подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пишите комментарии делитесь с друзьями задавайте вопросы вот пока я говорю видите прорываемся вверх я с радостью всем отвечу что непонятно спрашивайте а я желаю вам удачного дня хорошего профита и пока пока до следующего до новых встреч